Жуткое ДТП в тракторозаводском районе. Мужчина попал под колеса иномарки на арендованном электросамокате. На пешеходном переходе один из водителей не успел заметить внезапно появившегося человека и сбил его. Подробности расскажет наш корреспондент. Эта авария произошла на пересечении улиц Горького и Салютной. Там мужчина на арендованном самокате решил проехать по пешеходному переходу. Причем сделать это решил за секунду до запрещающего сигнала светофора. Автоледи на Тойоте не успела среагировать на внезапно появившегося человека и сбила его. От удара у иномарки выбило лобовое стекло. Его сбили на пешеходном переходе перед Салютной, а на Горького она уже протащила на капоте. Она ехала на желтый, а он завершал переход. Она затормозила, он слетел с капота. Для мужчины вызвали скорую помощь, а после любителя электросамоката госпитализировали в тяжелом состоянии. Кстати, в больнице выяснилось, что он был пьян. Друзья мужчины предположили, что он мог перепутать на самокате газ с тормозом и поэтому оказался прямо перед машиной на проезжей части. Очень некоторые челябинцы, кажется, вливали на правила дорожного движения. Вот наглядный пример улицы Туда. Мужчина катится по встрече, полосит в плотном потоке машины. Повезло, что этот человек не попал в столетный автомобиль. Эта авария произошла на заводе в Магнитогорске. Автомобиль попал под поезд. Как оказалось, машина принадлежала одному из сотрудников. Серьезных травм удалось избежать. Водитель получил лишь ссадину левого плеча. А это ДТП произошло на пересечении улиц Доватора и Федорова. Как говорят очевидцы, один автомобилец не пропустил другого на светофоре. В результате таксист въехал в бок иномарки. Массовая авария произошла на трассе М5 «Урал». Как говорят люди, трактор поднял столб пыли. Из-за этого ухудшилась видимость на дороге. И девушка на «Тойоте» влетела в спецтехнику. Потом в легковушку врезался «Ренодастер». Позже к ним присоединился «КамАЗ». По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека. Среди них ребенок.